Политическая весна у нас в этом году началась с того, что Алексей Навальный выступил с очередными разоблачениями. Теперь его жертвой оказался премьер-министр Дмитрий Медведев, и это стало главной темой обсуждения. Собственно говоря, ничего особенно нового мы не узнали, потому что о том, что у Медведева есть какие-то дачи-дворцы, что у него есть домик для уточки и многое другое, в общем, тот же самый Навальный нам рассказывал уже раньше. Ну, объем, конечно, увеличился, нам уже рассказали про много дач, и даже люди, которые более внимательно все это смотрели, они стали не столько слушать про то, какие ужасные коррупционные схемы обнаружил Навальный в очередной раз, но они стали думать о том, насколько же уродливые, чудовищные, диковатые постройки соорудили для премьер-министра. Собственно говоря, действительно более оригинальная, более интересная тема, потому что разговор о том, что у нас во власти коррупции, что у нас, опять-таки, куда-то странным образом улетучиваются деньги, или, наоборот, они откуда-то из непонятного какого-то источника возникают, что вот эти вот, знаете, как грибы после дождя растут, дворцы какие-то у чиновников, это, в общем-то, все совершенно не ново. Тут нужно разобраться, наверное, немножко в другом, если, конечно, оставить критикам архитектуры обсуждение этих зданий, весьма действительно уродливых, из которых единственное приличное здание, замечу, это замок в Тоскане, но, слава богу, видимо, в Тоскане найти совсем уродливый замок не удалось, поэтому он выглядит более-менее прилично. Так вот, если отойти в сторону от эстетической дискуссии и подумать по существу, то выясняется несколько очень важных вещей, причем именно тех, о которых почему-то, может быть, и не случайно стараются не говорить. Первая проблема, она стоит в том, что, по большому счету, важен выбор темы, важен выбор цели, почему удары приходятся все время именно по Медведеву. И с точки зрения людей, которые смотрят просто, вот, так сказать, прямо то, что им показывают, получается так, что Навальный раскручил какой-то очень сложный сюжет, очень долго вел расследование, из него вывел всю эту страшную историю, начиная с того, что нашел кроссовки премьер-министра. В общем, действительно, получается какой-то Канан-Дойль, но на самом деле я не первый, кто это говорит, уже про Алексея Навального это говорил, в частности, Белковский, что похоже, что всю эту историю с кроссовками дали напоследок. То есть, иными словами, все-таки, наверное, кто-то специально, так сказать, шел за Медведевым, собирал информацию, собирал компромат, и это, скорее всего, все-таки не Навальный. По очень простой причине. Вот представьте себе, опять-таки, что наш ИКСО, наш Институт глобализации социальных движений, накопит сейчас денег, купит себе квадрокоптер и отправит его летать над охраняемыми объектами, принадлежащими премьер-министру, президенту и другим людям такого вот уровня. Интересно, сколько времени наш квадрокоптер продержится в воздухе над подобного рода объектами. Думаю, что мы его потеряем, и деньги будут потрачены весьма-весьма неуспешно. Тем не менее, знаменитый квадрокоптер на Навальном, он летает и летает, как ни в чем не бывало. Думаю, что причина все-таки лежит в том, что летает он, что называется, по заранее запланированной траектории, именно туда летает, куда его приглашают. Скажу больше. Есть одна деталь, которая меня поразила в последнем репортаже. Она состоит в том, что один из объектов Мансурова, он очень хорошо сделан именно компьютерной графикой. То есть, над ним квадрокоптер все-таки не летал. Но если сделана компьютерная графика, значит, у вас очень хороший, очень детальный план этого объекта. То есть, иными словами, кто-то все-таки это предоставил. В общем, повторю за Белковским, повторяю еще раз, это не мое собственное открытие, хотя это пришло в голову, я думаю, уже многим. По всей видимости, сначала собрали информацию, сначала ее предоставили Навальному, а потом уже за одним числом нашли способ, как это обосновать. Ну и придумали эту удивительную, смешную, веселенькую историю про кроссовки, с которыми, в общем, все более-менее знакомы. Начали с кроссовок, потом узнали, откуда они взялись, ну и потом раскрутили якобы целую тему. Я думаю, что кроссовки пришли в самом конце. Но тогда открывается уже другая совершенно перспектива. Кто-то заинтересован в подобного рода разоблачениях. И это явно не только Навальный. Конечно, Навальный у них заинтересован, но не только он. И это, очевидно, открывает более глубокую и, в общем, серьезную пропасть в российской власти. Потому что то, что мы называем сейчас разоблачением, в действительности демонстрирует нам кризис верхов. Это одно из проявлений борьбы, которая ведется в российских верхах. Ведется с помощью или через те или иные сливы, те или иные информационные сбросы. Ведется, по существу, за то, кто будет наследником Путина. И в каких условиях это произойдет. Отсюда, кстати, не значит, что Медведева пытается странить от этой позиции. Потому что, на самом деле, позиций несколько. Ведь дело в том, что если кто-то выходит на позицию наследника Путина, то, тем самым, вся конфигурация меняется в зависимости от того, кто и куда вышел. То есть, иными словами, по сути дела, идет очень комплексная борьба за серьезную реконфигурацию власти. За серьезные перестановки. И Навальный в этой ситуации, естественно, играет не последнюю роль, но и не самую главную. Самую главную роль играют, по всей видимости, те группы интересов, которые реально борются за то, чтобы контролировать нашу страну после того, как эпоха Путина закончится. А эпоха Путина заканчивается по-любому. Она заканчивается объективно. И, в общем, это даже не зависит от того, будет или не будет он баллотироваться в 1918 году. Потому что основой путинской эпохи является компромисс между основными группами элит. Этот компромисс мог работать до тех пор, пока были избыточные ресурсы. Пока нефть была дорогая, пока все было стабильно, объективно в экономике. Пока можно было делиться. Сейчас делиться уже не получится. Нужно будет друг у друга отнимать. Это то, что раскалывает российские элиты. И то, что дает кризис верхов. Но самое главное это то, что делиться с населением правящий класс уже не может. Путинская стабильность, по большому счету, была основана не просто на дорогой нефти. Но и на готовности правящего класса делать социальные уступки. Делиться с населением. Обеспечивать растущий жизненный уровень населения. И при этом самому богатеть. Сейчас выполнить такую программу невозможно. Это уходит в прошлое. Иными словами, начинается реальный кризис. Уже институциональный, политический, затрагивающий все аспекты нашей жизни. И подрывающий ту политическую модель, общественно-политическую модель, в которой мы жили на протяжении 2000-х и первой половины 2010-х годов. Это самое главное событие, о котором мы пока стараемся не думать. Потому что последствия будут весьма драматичные. И именно это предопределяет появление всевозможных разоблачений. Именно это предопределяет то, что рано или поздно эти разоблачения превратятся в реальную и открытую борьбу. Субтитры создавал DimaTorzok